Приморский край с его славной и богатой историей не всегда был колыбелью пилигримов, первооткрывателей и военных героев. 1300 лет назад этот край вместе с Маньчжурией и Северной Кореей входил в состав тогда еще могущественного государства под названием Бохай. Возможность пройтись по следам Бохайского царства всем жителям и гостям Приморской столицы на днях предоставил Приморский музей имени Росенева. На открытии одноименной выставки побывали не только журналисты и увлеченные энтузиасты, но также многие именитые лица, среди которых был замечен и глава города Виталий Веркиенко. Экспозиция, посвященная древнему государству, как считают сотрудники музея, несет вполне определенную функцию для общества города и края в целом. Во-первых, это популяризация истории, показать людям то, что земля была наполнена жизнью в древности, показать ее удивительную историю. Стоит отметить, что Бохайское государство за сотни лет до возникновения первых зачатков Руси и русской государственности уже могло похвастаться разветвленной и сложной политической системой. Территория состояла из пяти провинций, каждая со своей столицей. В правительстве работали три советника и шесть министров, а культуру бохайцы по большей части позаимствовали у Китая. Основными товарами являлись шелк, медь, женьшень и меха всех видов – от тигра и медведя до соболя и лисицы. За все время существования Бохай не раз пытался претендовать на статус империи, особенно сталкиваясь на геополитической арене с другим своим конкурентом – Японией. 400 лет бохайцы жили в изобилии и благополучии, пока к X веку они буквально не потеряли голову от успеха. Голову пятистоличной гидры в 926 году отсекли кочевые монгольские племена, которые историки называют киданиями. За короткое время могучий торговый гигант Дальнего Востока был завоеван, а многие бохайцы насильственным образом стали частью уже совсем другого народа. Примерно в это же время кидания основали собственное государство – Ляо, в состав которого вошли в том числе и осколки Бохайского царства. Однако и по сей день в Приморье можно найти удивительные артефакты невероятно развитой и продвинутой культуры бохайцев. Впрочем, эта страна оказала влияние и на другие культуры. Японцы многие перенялись с бохайской культурой. В Японии до сих пор существует театральный жанр, называемый Бакайгаку – Бохайский театр. Пока что выставка открыта ежедневно и для всех желающих, а первая официальная экскурсия по следам Бохайского царства состоится уже 19 мая, аккурат во время популярной в Приморской столице ночи музеев. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.